всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня вторник это значит что сколько я уже здесь дней суббота воскресенье понедельник три дня пятница вечером не сюда привезли вот хочу всех поблагодарить за то что интересуетесь моим здоровьем переживаете беспокоитесь пишите мне комментарии еще раз хочу попросить у всех прощения ответить всем не могу иногда просто даже сил нет хочу немножко вам рассказать там вы спрашиваете как самочувствие у моих подруг с которыми не общалась тому гали у мужа моего как дела вот у них все в порядке во всяком случае жалоб не поступало и ничего ничего не случилось вот они мне звонят пишут беспокоятся также как и вы приезжали мои дети сыновья привезли мне привезли мне передачку целый мешок всего-всего я потом вставлю в видео кусочек у меня там есть маленькие я рассказываю что не мне привезли мои сыночки прислали мне передачку не поверите блины с соусом целый большой мешок там сок йогурт фрукты печеньки шоколадки и все такое общем я сказала пока это не съем из больницы выписываться не буду вот а мы седьмого числа в палате у меня еще одной женщины брали тест на пцр и сегодня утром пришел результат от минздрава тест отрицательный но это ничего не значит вы понимаете что отрицательный тест пцр говорит только о том что я не могу никого заразить и это меня радует но это не значит что я не болею как я себя чувствую у меня время от времени поднимается температура там 37 и 6 37 8 до 38 до 38 когда температура здесь не реагирует вообще то есть это обычное состояние никто там никого она даже не беспокоит но если температура поднимается выше то начинают либо уколы давать либо процитамол либо еще что то что что мне дают не курят гепарин в живот два раза в день и дают таблетки разжижающие мокроту это все больше ничего и собственно у всех остальных точно также ну там за исключением одной женщины вчера привезли в очень тяжелом состоянии я кстати на дзене пишу маленькие истории те которые я здесь услышала от людей как они попали что с ними случилось или просто там свои наблюдения поэтому переходите на дзен читайте может быть кому-то это будет полезно интересно или там очередная тема как суждению кашля у меня по-прежнему нет но такой никакого какой-то ну типа першение это хочется вот так сделать кашля нет едет очередная скорая верно 5 кому-то смотрите какая красота корпус стоит в лесу сосны тут все в снегу на улице горят мороз сильный не знаю чем так красивенько все чистая зона вот водичка у нас тут стоит подходи бери сколько угодно это вот хорошо потому что все время хочется пить сейчас тишина видите никого нет я хочу вам показать туалет и просто удивлена вот такой вот туалет хочется знать кто его проектировал потому что вот смотрите сюда заходишь дверь закрываешь а потом когда выходишь и надо помыть руки здесь вот такое расстояние поэтому убираешься спиной в заднюю дверь закрываешь ту дверь и проходишь сюда ну архитектор наверно двоечник был а вот она я на этаже несколько туалетов это просто туалет рядом с нашей палатой а еще куда дальше по коридору там есть такой большой уже общий туалет сейчас дойду покажу вам еще здесь есть душевая я нашла так что при желании можно будет тут помыться но если у кого-то силы будут большой туалет такой большой не буду заходить наверно это не актуально вот еще раз вид из окошко но это старца уже с другой стороны немножко он там какой-то охранник ходит площадка дезинфекции интересно видите в коридорах пусто сейчас там делают всякие процедуры а я вам хотела показать душевую которая нашла здесь можно будет помыться но у меня сил пока нет и у меня температура поэтому я не буду этого делать все достаточно прилично тут я такая красавица я думаю что сел наберусь и все-таки ополоснусь мы пока в ожидании завтрака ну мои дети столько еды принесли что не этот завтрак даже не интересен кстати тут нашла комнату сейчас вам покажу где можно чайник оставить закипятить чайку попить хорошо что мне муж дал пакетики с чаем все можно попить хорошего чая вот видите здесь чайник сахар вот водичка тут тоже есть а вот вокруг лес он там еще какой-то корпус какие-то машины посуда вчера привезли женщину с розы вот у нее положительный тест но ее привезли уже после того как положительный то есть сделали тест увидели будут положительные ее направили на госпитализацию но мне кажется что немножко протянули время потому что у нее неделя температура 38 39 держатся врачи здесь сказали что так долго дотянули вот тем не менее сейчас ей там будет уже как полегче вот не буду долго с вами разговаривать вы уж меня извините еще раз спасибо всем кто переживает со мной все в порядке пока пока я думаю что и дальше будет вот с вами хочу попрощаться сказать всем пока пока